Как только в небе на Дыдлибом появились турецкие ударные беспилотники, характер боевых действий резко изменился Все стало значительно сложнее Теперь даже одиночные цели, это автомобили, например, находятся под угрозой удара с использованием дронов Судя по характеру применения беспилотников, турки не жалеют денег на боеприпасы Бьют даже по небольшим скоплениям бойцов правительственных сил В общем, машины теперь приходится спрятать И вообще перемещения у переднего края сократились до минимально необходимых При этом стоит отметить, что дроны ударные работают и днем, и ночью В общем, стало все довольно сложно Грузовик сирийских военных перевозил имущество и боеприпасы одного из подразделений сирийской армии Был уничтожен минувшей ночью при помощи турецкого ударного беспилотника Грузовик еще дымится Вот воронка, которая образовалась в результате взрыва ракеты Сейчас посмотрим глубину воронки Ну, такая небольшая, сантиметров 20 Ударная волна, судя по всему, пошла туда Скорее всего, водитель погиб Вот, от кабины Ночерта не осталось Сейчас беспилотные летательные аппараты, которые способны наносить удары Это главная, головная боль сирийских военных За последние сутки все потери сирийских вооруженных сил Это потери в результате атак дронов Причем, Турция денег на удары не жалеет А это дорогое удовольствие Бьют и по колоннам снабжения, бьют и по одиночным целям Автомобилям, пикапам, бронетехнике Бьют даже по мотоциклистам Об этом нам рассказали сирийские военные Которые находятся на переднем крае Если не очистить воздух над Идлибом От турецких дронов Сирийская армия будет крайне непросто удерживать Позиции Боевики сами по себе Ничего сделать не могут Только с поддержкой турецких вооруженных сил И то, даже в таких обстоятельствах Сирийские военные держатся Хотя несут большие потери Продолжение следует...